ЕС может признать угнанными почти 40 российских самолетов, там в чем история-то? Самолеты эти в лизинге, ну и наши цапцарапычи замутили какую-то мутную левую схему, дабы не отдавать за них деньги, банкротят, в общем, те лизинговые компании, врут всем вокруг, короче, в лучших традициях подворотни из 90-х себя повели, а европейцы сказали, фиг вы угадали пацанчики. Пока идут суды, но что-то мне подсказывает ничем, хорошим для России это все не закончится, господи. Как же надоело-то все это, начиная. Ну и к рывкам и прорывам тогда сразу, давненько, кстати, не говорили о проблемах российских авиаперевозчиков, пора бы уже, как мне кажется, а меж тем, в понедельник, 18 декабря, борт аэрофлота, выволнявший рейс по маршруту Москва-Ереван, экстренно вернулся в столицу и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, причина сработавшей датчик об отказе управления передней стойкой шасси. Подробности инцидента никто не рассказывает, известно лишь, что самолет и без того вылетел из шарика на полчаса позже. Чем планировалось, почему, не спрашивайте. После взлета сработал тот злосчастный датчик, причем, видимо, практически сразу сработал, потому что улетели недалеко. По карте флайт-радара, попрошу режиссера ее сейчас вам показать, так вот, по этой карте видно, когда командир воздушного судна принял решение развернуться, лайнер находился в воздушном пространстве Московской области между Сергиевым Посадом и Дмитровым. К счастью, все обошлось, приземлились благополучно, пассажиры отделались легким испугом. Все хорошо, все в абсолютной безопасности, никакой паники нет. На самом деле, вот это вот сейчас было, дабы обстановку немножечко разрядить. Я, правда, не паники ради данную тему решил поднять, и тем не менее, сейчас остановимся на он нам подробнее. Это реальная журналистика, я стою у перехода, из меня любовь выходит, как пилась в одной популярной советской песне. Вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Никогда такого не было, и вот опять, ну а если без Стёба стал бы я все это в эфир тащить, если бы проблемы не существовало на самом деле, да, вот этот конкретный случай отнюдь не повод для беспокойства. Мелкая поломка, такое могло случиться с любой машиной, хоть с воздушной, хоть с наземной, если бы не одно «но». Данная нештатная ситуация стала уже 16-й, и это только за декабрь. Давайте просто по списку пробежимся. А я хотел сегодня бросить пить. Итак, 18-го рейс Москва-Ереван с этим только что разобрались. За неделю до этого, 12 декабря, тот же аэроплот не смог вылететь из Красноярска в Таиланд. Лайнер дважды буксировали на взлетную полосу, но от земли он так и не оторвался. 387 пассажиров после 13 часов ожидания продолжили греться на сибирском солнышке в тот же день. Самолет «ЮТЕР», летевший из Ханты-Мансийска, аварийно садится во Внуково. Из-за неисправного шасси, что опять же, да, на борту находились 104 человека, и ух ты, 19 килограммов опасного радиоактивного груза. Как тебе такое, Илон Маск? Да что ты, черт побери, такое несешь? Я еще только начал, продолжаем. В тот же день, все 12 декабря, Ан-24 не долетел до Бодайбо, вернулся в Иркутск, отключились датчики показателя скорости, потому что перемещаемся в 10-е. Сухой суперджет «Ир Аэро» экстренно садится в аэропорту вылета, и снова проблема с шасси, стабильность, блин. Восьмое. «Эйрбас», на этот раз авиакомпания «Россия» уже запрашивает срочную посадку в Минводах. В полете произошла разгерметизация каля, кабины пилотов, ни больше, ни меньше, ребят, и опять все обошлось, слава богу. Примечательно, но в этот же день в Новосибирске взлетает и тут же садится борт авиакомпании «Эс-7», как думаете, по какой причине? В Новосибирске проводят проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета. Он вернулся в аэропорт сразу после взлета. Следователи считают, что причиной мог стать помпаж двигателя, то есть поломка лопаток турбины. На борту было почти 180 пассажиров. Сейчас они в здании аэровокзала ждут резервного рейса. Ну а днем ранее, 7 декабря, прямо в воздухе загорелся двигатель грузовой тушки. Вся страна практически в режиме онлайн наблюдала эту ситуацию, и телеграм-каналы в прямом смысле были забиты буквально любительскими кадрами очевидцев. А-а-а-а, ё-моё! Ой, нам кранты! Еще раньше 6-го случилось возгорание и короткое замыкание на борту Боинга Аэрофлотовского. 5-го, Комсомольск-на-Амуре, Ан-12 и отказ системы управления руля сели с горем пополам. Спустя пару часов в Шереметьево экстренно приземляется самолет, летевший из Казани. Причина – отказ управления системой стабилизации. На борту находились 182 пассажира и 6 членов экипажа. Кстати, что это было за авиакомпания? И что за лайнер летел? До сих пор никто не говорит. Ну да ладно! А еще были ЧП Airbus 319. Снова Аэрофлота с отказом одного из двигателей. Экстренная посадка сухого суперджета в Тюмени, следовавшего из Ноябрьска в Уфу. 71 человек на борту и, конечно, триумфальное приземление А321 в Пулково. Это Питер. С него все началось. Система кондиционирования. Тогда наелось 180 пассажиров. Из Калининграда немного не долетели до Москвы. Сошли на полпути в культурной столице. В условиях беспрецедентных санкций против нашей страны именно гражданская авиация одной из первых оказалась под ударом. И эффективно ответила на этот вызов. Системно и последовательно решала все возникающие проблемы. В такие вещи надо просто верить. Нет, ну вот с этим-то как раз все понятно у нашего президента, который, как известно, живет в стране розовых облаков. Красивых сказок и радужных отчетов. Всегда все хорошо, кто бы сомневался, но 16 нештатных ситуаций в небе за 20 дней декабря вам не кажется, что это дохрена? Нет. Поражает другое. Никто даже не пытается признаться. Мол, да, проблема существует. Вот она. Чиновники от Росавиации молчат. Следственные органы как по методичке шпарят пресс-релизами, в которых нет ни слова конкретики. Это ведь реально набор звуков какой-то. Сами послушайте. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются. Новосибирским следственным отделом транспорта, Восточно-межрегионального следственного управления на транспорте, Следственного комитета России проводится доследственная проверка. Заяц-волк! Заяц-волк! Отдельные персонажи, в принципе, перлами сыплют. Вот, например, что рассказал моим коллегам из издания «Подмосковья сегодня» главный редактор окологосударственного авиару-нетворк некто господин Гусаров. Только держитесь за что-нибудь, я вас очень прошу. Резкий рост числа ЧП в самолетах может быть связан с погодными условиями, так как зима — сложный период для авиации. Наблюдаются резкие температурные перепады, изменения погоды, сильный ветер, их снежные заносы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ёпараса ты, на кого это, блин, рассчитано? На идиотов? На ни в чём не разбирающихся чиновников? Хотя это, в принципе, одно и то же. Но сегодня ведь только дурак не понимает, что корень всех бед санкций, нет запчастей, нет обслуживания, вот всё и посыпалось. И оно с каждым днём будет лишь усугубляться, никакой серый импорт или параллельный, как эти его называют, в данной ситуации не спасёт. Во-первых, втихаря протащить через пол земного шара самолётные двигатели не получится, потому что это не газель с ворованными телефонами. Во-вторых, вообще-то, авиазапчасти – это штучный товар, их не купишь на китайской барахолке, как палёные часы на развес. И Эрдогана тоже не попросишь. Закинуть в танкер с яйцами пару-тройку фюзеляжей Боинга есть проблема, повторюсь, её надо решать, причём решать только дипломатическими путями по-другому не получится. Не орать, не визжать, не сыпать оскорблениями, как это обычно делают Захарова и её бестолковые боссы. Вы считаете себя что, независимым, ненезависимым средством массовой информации? Я так не считаю, но это мой вопрос к вам. Я сейчас спросила про Витаймс, не про Артевиай. У Артевиай, слава богу, всё в порядке. Вы, кстати говоря, про Витайм не спрашивали, вы сказали, что это не... Я сказала. Можно, я всё-таки, да? Вы, когда говорили про Витаймс, сказали, что это ещё не вопрос. А потом задали вопрос в общем, про закручивание гаек или новую нормальность. Поэтому я спросила вас, вы считаете себя независимым средством массовой информации? Я себя считаю независимым средством массовой информации, но, например, другие средства массовой информации с этим сталкиваются. Вам как работается? Мне хорошо, спасибо. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. А где разрешили? Чё он сказал? А взять и объяснить тем же американским и французским дипломатам США и Франции основные производители самолётов, потому что, так вот, объяснить этим людям речь в текущей парадигме идёт о безопасности населения всего мира. Те воздушные суда наши аварийные не только над Россией летают, но и над другими государствами. Кому, скажем, в условном Казахстане хочется, чтобы на город сто тонная железяка вот эта свалилась просто потому, что двигатель, на котором она летает БУ из Эфиопии, да ещё и собран из трёх. А чё вы тогда начинаете там скулить, чё-то рассказывать? Вы же конченые скоты. Ну ты дебил. И потом, давайте по-честному. Отечественный авиапром кто похоронил? Байден? Зеленский? Инопланетяне, может быть? Нет. Это сделали наши чиновники, которые десятилетиями сидят в своих креслах, да продолжают сидеть. Это они, вот эти вот люди, решили, что собственные самолёты нам не нужны, купим в Америке и у шаромыжников. Так и разруливаете теперь проблему как-то. Хватит уже этих сказок, что скоро всё своё будет, не волновайтесь. Надо развивать собственное, собственное самолётостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше тысячи самолётов к 2030 году своих собственных. Великолепный план Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы. Ага, шёл 24-й год правления Великого Кормчева, надо развивать своё собственное самолётостроение, сообщил президент вдруг. Ждите, будет. Ключевое слово снова. Кстати, будет. Я вообще заметил, что любые новости в России подаются исключительно в будущем времени, но это время почему-то никогда не наступает. Взять хотя бы МС-21. Лично я о нём слышу примерно с 2014 года. Серийное производство лайнеров должно было случиться в 2017, потом в 2019, потом на 2020 перенесли, на 2021, на 2022, на 2024 даже, и теперь уже вообще о 2030, вон, главный, запивать неинтересно. Я в своей жизни хоть успею, на нём полетать-то нет. Хотя ладно, я племянник, у меня налётчика учится, это правда. 19 лет мальчишке на втором курсе сейчас хотя бы он полетать на нём успеет. Ладно, всё, закругляться пора, переваривайте, всё равно все эти мои вопросы, они ж риторические. А это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео, в соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!